Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Анну. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду, значит, три. Скеннер начинает сканировать пространство над головой Анны, под ногами. Один, два, три. Скеннер сканирует все семь тонких тел Анны, находит все. На ней накидка. Отлично. Клетка пустая? Сейчас, подожди. Она ее делает прозрачной, вытягивает все энергии из нее. Чья она? Сейчас разберемся. Хорошо. Сделай ее в клетку, накидку. И я селом его на меня, отправляю накидку в клетку-тюрьму. Один, два, три. Выстраивай канал к ответственной и притягивай всех ответственных, связанных с этой накидкой по цепочке в клетку-тюрьму, где бы они ни находились. Один, два, три. Слово идет медуза. Эта накидка, она как медуза. Она прозрачная, вроде бы невидимая, но она кусает. Кто ее поставил? И дает яд. Не видно. Почему-то за клетку выходит от нее. Хорошо. Я даю команду и устраиваю второй дополнительный канал, связанный с энергией Анны. По этому каналу выстраивается и притягивается сущность, установившаяся эту накидку, где бы она ни находилась во Вселенной. Один, два, три. Поставь нам еще одну. И выставляю защиту дополнительную. Один, два, три. Это спрут, он очень большой. И он как спускается. Я его почему-то снизу вижу. Вот эти щупальцы его. Их очень много. Он как отталкивается. Притягиваем спрута в клетку-тюрьму. В клетке. И от спрута выстраиваются каналы ко всем другим ответственным. Снимаются все маски и голограммы. Один, два, три. И выстраивается канал от спрута и притягивает всех остальных ответственных, связанных с этой энергетикой. Где бы они ни находились. Нет. В общем, это он. И он такой. Слово идет мерзкий. От него идет. Вот эти накидки он разбрасывает много где. Хорошо. Он как сеет вокруг себя какие-то. Отлично. Паразит, я тебя сегодня уничтожу. Уменьшай спрута в два раза. Один, два, три. Да, будет так. Атаки есть? Ну, как чихает, что ли. Отражающая защита у нас включена. Беспроблемно. Пусть чихает там. Итак, сущность. Чего ты пришла в биопуле осознанного человека? Ну, он как будто не слышит тебя. Я думала, он не робот. Хорошо. Ставим маячок зеленый-красный. Один, два, три. Если зеленый, это органический, неорганический. Красный. Один, два, три. Он красный. Отлично. И от этого спрута выстраивается канал к тому, кто им управляет. Один, два, три. Силой моего намерения. Я притягиваю этого гуманоида в клетку-тюрьму. Один, два, три. И всех остальных сущностей. Говорит, телоиды. Двое. Хорошо. Считает цифры над головой. Снимается все маски, голограммы. Поставим маячок зеленый-красный. Если красный, а не органический, зеленый. Органический. Какого цвета маячок? Маячок зеленый. Я вообще не уверена, что в клетке, потому что я вижу картинки, как они двое стоят перед экраном и наблюдают это. Знаешь, есть маленькое облако в клетке, но информация идет, что это невозможно. Почему? Потому что они не связаны с ней. Нет ни капли их энергии в ней. Если в них хоть капля находится энергии Анны, они притягиваются в клетку-тюрьму. Все. Один, два, три. Нет, нет. У них... Они для кого-то собираются? Они говорят, что это все соблюдено давно. Энергия идет в определенное место, которое с нами не связано. Клад. Хранилище. Я знаю, куда они ее собирают. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь сейчас. И попрошу ей объяснить эту ситуацию. Она на связи, она говорит, что это их технологии. Продуманные. Люди стали больше осознанной. Но если есть технология, значит, есть какая-то высшая технология этой для их обнаружения. Она говорит, вы и обнаружили какой-то вопрос. Мой вопрос, почему я не могу... Я отвечаю на твой вопрос. Я понимаю, я не понимаю, почему я не могу сейчас ответственных этих двух рептилоидов, ответственных за вот эту голограмму, которая стоит с прута, и накидку притянуть в клетку-тюрьму. Потому что если у них такие технологии, то можно вообще... Говори, давай я объясню. Пожалуйста. То есть видеть ты можешь, от кого это идет. Это раз. Второе. Значит, вот этот спрут, пока ты его не уменьшил, он будет... Ты никогда не поймешь, что он робот. И будешь видеть, будешь видеть спрута. То есть ты будешь видеть третье лицо, она говорит. Это может быть спрут, это может быть кто угодно. В твоем случае это спрут. Хорошо. Дальше человек должен научиться сам изгонять это. Скидывать с себя воронку, да? Снимать, сжигать как? В зависимости от ощущений. В данном случае, вот как медуза, опять же, вернемся к ней. В данном случае снимать себя. То есть у человека идут разные ощущения. В случае Анны это жжет. Вот идет слово жжет. Понятно. Это как симптом. Да, как симптом. Этот симптом, она именно вот... Подскажет ей. Ставь медузу. И вот именно этот симптом в виде этой медузы, она должна снимать себя. И вот как из тела вытаскивать его. То есть все до капельки она должна входить в эту медузу. Медуза перемещается рядом в открытую воронку. Отлично. Она должна это визуализировать в малейших деталях, как она вылазит из этой медузы. И как медузу она скидывает в галактическое ядро. Именно так человек должен научиться новым технологиям. Это будет ответ на новшество интерферента. Она говорит, иначе вы по-другому не вырастите. Она говорит, вы просили переход в другое измерение. Да. Каждый должен научиться работать над собой. Хорошо. Все прогрессирует. Меня интересует именно наша сфера и работа. Чтобы начать их обнаруживать. Вы обнаружили. В этом случае вам нужно уничтожить ядро. То есть этого спрута. У этого спрута есть ядро? Он сам ядро. Он сам ядро. Из него выходят вот эти накидки. Все понятно. Хорошо. Сначала мы установим к этому спруту канал от Анны. И если там хоть миллиграмм остался, малейшая наночастичка ее энергии, ее биоматериала, ее частоты или вибрации, все возвращается на частоту Анны назад. Один, два, три, малейшие частички души. Все возвращается. В нем нет накидки. И к накидке выставляя канал один, два, три и вытаскиваем все малейшие частицы, которые остались в этой накидке. Один, два, три. И на частоте Анны биоматериал возвращается назад. Если таково есть, возвращаются частички души. Все назад идет. Ли говорит, что я бы хотела добавить, что в большинстве случаев человек сам допускает нападение на себя. В случае Анны это уныние. Уныние. Хорошо. Благодарю. Ли, это очень важное замечание. Анна, уныние имеет свою чистоту. И оно притягивает не только космических, оно и притягивает и демонов. Поэтому не давайте по этому унынию вы притягиваете на этой низкой чистоте всех этих сущностей и обозначаете себя. Здесь еще никто не отменял вашу работу над собой, поэтому продолжайте над этим работать. Вам рассказали, как скидывать с себя эти накидки, как это все представлять. Надо быть готовым действительно к новым мирам. Я уверен, после этого вы и со здоровьем у вас сразу поправится. Хорошо, Верочка, все вышло. Было там что-то? Да, к ней вернулось. И еще это внутреннее недовольство с собой. То есть уныние не в полном слове, а она унывает именно от внутреннего недовольства с собой. Недовольство с собой, Анна, я вам должен сказать, это одна из самых страшных частот вообще, которые есть. Если вы начинаете сами себя упрекать и быть с собой недовольным, тем самым вы перестаете себя любить. Если вы перестаете себя любить, вы перестаете любить мир. А мир перестает любить вас. Здесь идет цепочка. Я не знаю, но здесь надо прекращать с этим унынием. И мы вывели эти частоты из нее. Кстати, уныние у нее было там в шаре. Мы из нее ничего не выводили. Хорошо, сейчас все выведем. И давай сначала уничтожим все, что там осталось. Я даю Анне команду. Значит, три, она сделает сама импульс высокоаборационного шокового удара. И сожгет каналы к накидке. И канал, если такое существует, к этому спорту. Один, два, три, удар. Получилось, Анна? Ты знаешь, у нее один канал к накидке, к этой медузе. И он как расплавился, да, получилось? Отлично, хорошо. И под медузой, и под этой накидкой открываются два канала в галактическое ядро. Один, два, три. И они уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. И я даю команду. На счет три. А, и остатки канала вылетают в галактическое ядро вслед за ними. И я даю команду, значит, три, включая Анне, внутренний белый свет. Один, два, три. И Анна начинает выдавливать, значит, три из себя, из каждой клеточки, из каждого своего тонкого тела. Негативные и патогенные энергии, уныние, страх, недовольство. Все, что с этим связано, с этой энергией на этой частоте, значит, три, начинает выходить из каждой ее клеточки. Один, два, три. Она этими энергиями сковывает, сдавливает себя внутри. Конечно. Она закрывается изнутри. Но она на самом деле не закрыта, а наоборот открыта для тех же, о ком мы говорили сегодня. Знаешь, из нее вот сейчас шар выходит, а вот эта вот картинка, она не ушла никуда. Да, то есть два рептилоида, она так и висит. И вот этот экран у них, на нем пропало изображение. А, они отключили, что ли? Спрута, которого мы выбросили, изображение пропало у них, они его потеряли. Все понятно. Они потеряли спрута. Он как спутник был. Он был как спутник. Ядро. Ядро, Лиш сказала, это ядро. И с этим ядром они были связаны. Это ядро до такой степени самостоятельное оказалось. Что оно работает автономно, а не только подключается к ядру, когда им надо. Или ядро само передает эту темную энергию в этот сборочный пункт. Так и есть. Я просто увидел сейчас это. Хорошо. Так, значит, у нас клетка пустая. Шар вышел? Вышел. Он большой? А, пиши его. Больше, ничего. Хорошо. Анна, видите этот шар? Это энергия уныния и страха. И недовольства собой. Понимаете? Он не должен находиться в вашем биополе. Она говорит, что легко без нее. Все в ваших руках. Вы слышали объяснение, как это делается. Мы вам это все сегодня показали. Это никакого труда не представляет. Это можно даже и под душем делать, честно говоря. Представить себе. И так далее. То есть это все зависит от вашего желания, вашего намерения и вашей визуализации. И веру в то, что это все получится у вас. Хорошо. Открывается портал в галактическое ядро. Под этим шаром он улетает на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. И давай сделаем запрос. Сколько энергии нужно, а не до полного восстановления и корректировки? И на счет 3. В макушку головы Анны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые Анне цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота и вибрации поднимаются до числа значения 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, мы закончили. И будем возвращать Анну сейчас назад в ее биоробот. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Анны в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделенке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Значит, ей идет информация, чтобы не допустить этого, она должна все свои энергии активизировать и пропускать через чакры. Но все вот эти цвета должны быть задействованы. То есть они должны быть все вместе. У нее через 7 чакр должно проходить 7 цветов. Понятно. Начиная от фиолетовой, синей, голубой, зеленой, желтой, оранжевой и красной. Эти все цвета вместе, да? Все цвета, она должна представлять, как поток радуги с нижней, начиная с красной чакры, проходит внутрь и возвращается в оранжевую, желтую, зеленая, голубая, синяя, фиолетовая. Но все 7 цветов через нее приходят и растекаются по всему ее телу. Все вместе, не один за другим, а именно вот такой баланс у нее должен быть. Тогда все 7 тел будут крепки и не допустят. Подключки. Хорошо. Благодарим за информацию. Потом. И отключаемся от Анны и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, пойдем. Я на месте. Продолжение следует.